Теперь в Северодвинск. Там одно из зданий, где развернули летнее пребывание детей, не соответствует требования пожарной безопасности. Это заключение прокуратуры Северодвинска. Вердикт появился после проверки, выявили массу нарушений. Теперь надзорный орган грозится прекратить деятельность предпринимателя и закрыть учреждения. Подробности у Николая Цыба. Отсутствовали огнетушители, ни одного огнетушителя во всем этом здании. Это уже третий выход прокуратуры Северодвинска с проверкой в здание будущего частного детского осада на Байчука 3А. Неделю назад здесь побывал Роспотребнадзор. Теперь ситуацию оценивает специалист по пожарной охране. Вопрос сейчас уже сразу возникает по пожарной сигнализации, по системе оповещения. Есть вопросы и к эвакуационным выходам. Шпингалеты должны быть ниже, чтобы ребенок мог открыть здание советской постройки. Предприниматели взяли в аренду у администрации Северодвинска. Сегодня здесь уже занимаются дети. На это есть лицензия от Министерства образования области. Когда мы передавали здание, не говорили, что есть пожарная безопасность? Сказали, что все хорошо, все в рабочем состоянии. Все выходит туда, куда должно выходить. А в итоге оказалось, что здание на Байчука 3 не соответствует как современным, так и старым требованиям. Например, чердачные перекрытия должны быть пропитаны спецсоставом. Система пожарной сигнализации должна быть модернизирована. В подвале не должно быть мусора, а все выходы и входы надо оборудовать световыми табло. Мы в самое ближайшее время исправимся. А в остальном у нас проблем нет. Мы работаем уже не первый год. Детишек у нас всегда много. Родители нам доверяют. Мы очень стараемся. Запустить первые группы в частном детском саду хотели уже к первому сентября. Однако выявленные нарушения так быстро не исправить. С учетом технических проектных работ, то есть здесь как минимум полгода даже может занять. То есть пока будет проект составлен, пока будут произведены монтажные работы, также пока будут соответственно все пути эвакуации приведены в соответствие. Поэтому нахождение детей в этом здании небезопасно резюмирует старший помощник прокурора. А из-за наличия маленьких детей от 6 лет срок для устранения нарушений установят самый минимальный. Если в ближайшие дни не будут устранены эти нарушения, а эти нарушения не будут устранены, то мы выйдем в суд с заявлением о запрет деятельности, осуществляем индивидуальным предпринимателем Сухово по указанному адресу. Также один из выходов – добровольное закрытие здания и перевод детского учреждения в другое помещение, которое соответствует всем требованиям. Николай Цыпь, Юлия Куницкос, Регион 29.